МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И что не нравилось здесь? Не пойму. Че ей не нравилось, скажи. Сегодня в программе. Чем закончится встреча за закрытыми дверями? Это человек долго. О чем мужу лучше не знать? Где была? Гостя. Как реагировать на черную неблагодарность? Я тебя откуда вывез? Скажи, ты где сейчас живешь у меня? Наша команда готова приступить к очередному расследованию. Денис и Дмитрий встречаются для знакомства с заявителем недалеко от его места работы. Денис с Дмитрием встретились, ожидаем заявителя. А вот он на подходе. Тимур Липатов, 39 лет. Занимается организацией выставы. Женат, детей нет. Подозревает супругу в неверности. Здравствуйте, Денис. Дима. Здравствуйте, Дима. Ну, у меня проблема такая. У меня жена. Мне кажется, она изменяет. У меня кто-то на стороне есть. Мы с ней давно знакомы. Лет пять. Но поженились недавно, только год назад. Я сам из Москвы. И я ее привез сюда, в Москву. Откуда привезли? Из Иранбурга. Вот. Из землячика. Мы с ней познакомились там. Но в итоге влюбился. Начали переписываться, потом встречаться. То я к ней приезжаю, то она ко мне приезжает. И последний год привез ее сюда. А что же вас так настораживает? Ну, дело в том, что сначала мне здесь как бы все нравилось, устраивало все. Но потом все, видимо, надоело ей. Надо было чем-то их занять. Ну, я устроил ее к себе, но она темпа не выдержала. То есть, длительного московского. Я правильно понимаю, сейчас она не работает? Да, она в последнее время увлеклась гончарным делом. То есть, как бы, вроде нашла себя, там ее друзья, вроде подруги там появились, но она стала какая-то скрытная. Но изменения в поведении все-таки, как бы, очень радикально. Запороли, телефон даже до этого дошли. Понятно. Ну что, давайте разбираться. Давайте. Будем смотреть, чем занимается ваша жена. Все, хорошо. Всего доброго. До встречи. Мужик уходит, не ведем его. Ну, как думаешь? Просто девчонка, от нечего делать. Да вот от нечего делать, много глупостей как раз совершает. Ладно, работаем. Не расходимся, сегодня будем работать. Мы решили не откладывать дело в долгий ящик, и вечером этого же дня, пока жена Тимура была на занятиях по гончарному делу, оперативники занялись установкой камер в квартире супругов Липатовых. Да, интересно, такие гончарные изделия у вас. Олег, работаем. Молодец. Как ты? Все готово. Все в порядке, да. Дима, проверяй, пожалуйста, камеры. Проверил, все вижу. Спасибо, ребят. Покидайте квартиру. Все, принято, уходим. Группа наружного наблюдения осталась ждать подозреваемую у дома. Было уже довольно поздно, когда девушка появилась в поле нашего зрения. Вот там, в далеки аллеи с коробочкой, это идет наша подозреваемая. Увидели ее, увидели. Ирина Липатова, 27 лет, не работает. Замужем, детей нет. Как будто переезжает, несет, это тяжело. На встрече с Тимуром нам показалось, что он сам не до конца разобрался со своими претензиями к жене. С одной стороны, он рад, что она нашла дело себе по душе, но с другой, его беспокоит, что Ирина становится все более независимой. Да, из квартиры звук проходит. Все нормально, все видим. Хорошо. Что у тебя здесь? Это мое новое произведение искусства. Да. Конечно. Интересно, Ирина шутит про произведение искусства или действительно так серьезно относится к своим изделиям. Девушка открыла коробку и стала хвастаться мужу проделанной работой. Смотри, какая-то девочка. Класс. Красивая? Да. Это не переезд, а на свои котярные дела принесла. Да, прикольно. Блин, ты что, два раза принесешь домой, ты уже вообще встать будешь где-то есть. Ну, а ты выставку мне организуй и подадим за бешеные тысячи. Желание хорошее. Это что-то стоит реально. Ну, конечно, тебе. У нашей героини большие амбиции. Да понятно. Супруги легли спать и казалось, что сегодня больше ничего интересного уже не произойдет. Но посреди ночи Ирина проснулась от звуков, приходящих на телефон сообщений. Она осторожно, чтобы не разбудить мужа, прошла в гостиную. И некоторое время с кем-то активно переписывала. Давай спокойно ночи. Целуют и прощаются до завтра. Да, интересно, с кем она общалась. Хорошо бы выяснить это. Продолжаем наблюдение в квартире в дежурном режиме. Когда ходил? Да нет. Соврала ему. Да нет. Интересно, Ирина решила, что глубокая ночь не самое подходящее время, чтобы рассказывать о каких-то мелочах? Или она намеренно обманула мужа? Супруги уснули, и больше их сон ничто не тревожило. Наступил второй день наблюдения. Ирина спала практически до полудня, а после обеда не спеша отправилась по каким-то своим делам. Если девушка привыкла к такому расслабленному ритму жизни, то неудивительно, что она смогла проработать у мужа совсем недолго. Организация выставок очень хлопотное занятие. И такого понятия, как нормированный рабочий день, там просто не существует. Это наружка. Ведем девушку, подходит к подъезду жилого дома. Блег, работай. Ирина зашла в подъезд незнакомого нам дома. Причем она не звонила в домофон, а набрала код. К счастью, оперативник успел пройти следом за ней, пока дверь не закрылась. Девушка поднялась на второй этаж и нажала на кнопку звонка. Дай сек. Привет. Привет. А что, дай долго? На кнопки. Квартирку зафиксировали? Олег, напротив двери камеру оставляй и уходи. Ермак, прием. Да, Дима, я на связи. Пробей, пожалуйста, квартиру, знай, кто там живет. А есть принято, сделаем, доложу. Камеру виден, спасибо. Да, вижу, спасибо. Прошло около трех часов, прежде чем подозреваемая снова появилась в поле нашего зрения. Открылась дверь. А сколько я еще разделал? Девушка с мужчиной вышла. Ты скоро? Кто-то еще? А, там женщина. Ну, может, тогда все и нормально. Спускаются по лестнице, сейчас наружку перехватываете, выйдут из подъезда. Оказалось, что все это время Ирина и неизвестный нам мужчина были в квартире не вдвоем. С ними находилась еще одна девушка. Пока мы не знаем, что связывает нашу подозреваемую с этими людьми. Летучая группа отправилась следом за машиной с подозреваемой. Теперь, когда мы знаем не только адрес, но и номер автомобиля, оперативникам не составит труда установить, что это за такие новые друзья появились у Ирины. Ведем объекты. К дому подъезжают заявители. Наша команда ведет наблюдение за Ириной Липатовой по просьбе ее мужа Тимура. Его беспокоит, что в последнее время супруга стала очень скрытной. Сегодня подозреваемая была в гостях у своих знакомых. Оперативники работают над тем, чтобы установить их личности. Только что эти люди привезли девушку домой. Егор, увидели? Дим, заходи в подъезд. Из квартиры картинку, будьте добры. Сейчас, переключим. Две секунды. Увидел? Да, спасибо. Ну, все ясно, работаем по квартире. Звучок давайте. Привет. Где была? В гостях. У кого? У Кончарова. Что за гончары? Ну, честного вопроса я не понимаю. Просто спросил, что за гончары? Обычные люди. Что делали там? Кино смотрели. А еще что делали? Терроризирует он супруга. Сказать надо. А странно, что она так с ним общается тоже. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Ну да, вроде ничего не было. А я хочу поесть. Да уж, Ирина не слишком многословна. Она отвечала Тимуру нехотя, лишь бы он отстал. Если девушка действительно была в гостях у гончаров, то почему бы не рассказать про них мужу, пока наша подозреваемая ведет себя как человек, которому есть что скрывать. Наступил третий день наблюдения. Мы наконец-то смогли установить личности вчерашних друзей Ирины, так что Денис приехал к дому заявителя, чтобы обсудить предварительные результаты расследования. Здравствуйте, Тимур. Давайте в машине поговорим. Погода не очень. Что случилось? Вы знаете, ничего не случилось. Хотел просто сообщить, что вчера ваша жена ходила в гости к гончарам, действительно. Она вас не обманула. Мы пробили адрес. Там живут Людмила и Юрий Пирсовы. У них есть ребенок, своя гончарная школа. Ничего необычного, кроме одного момента, пожалуй, вот позавчера вечером вы спали, а она вышла в другую комнату с кем-то, переписывалась долго после депутата. Да, потом начитала голосовое сообщение. До завтра целую. Но мы подумали, может, она как раз за гончарами так и не переписывала, потому что она по поводу встречи с ними договаривалась. Может, вам поговорить с женой и попросить с этими гончарами вас познакомить? Как считаете? Я поговорю с ней. Завтра поговорю, потому что сегодня у меня монтаж выставки с рогонниками. И я часов три ночи спорю с ней раньше. Спасибо вам. Мы продолжаем работать. Тимур уехал на работу в Сокольнике, а мы продолжили наблюдение за его женой. Кажется, что пока у Ирины нет никаких особенных планов на день. Но мы обратили внимание, что все утро девушка не выпускала из рук телефон и постоянно с кем-то переписывал. Тимур уехал на работу в Сокольнике. Да, знали подоскандально, что у меня там в телефоне, к сожалению, не все, а навал у них пишут. Длин, какой крутой. Привет, Люсь, ну что, вы уже все обожгли, что ли? Разговор пишем. Классно, очень красиво получилось. Ну, может быть, тогда я заеду, заберу его? Горские, походу, травушек, горшков. Ты сама привезешь? Вчерашняя девушка должна к нам подъехать сегодня. Все, спасибо огромное. Тогда жду. Окей. Давай, пока. Дим, ты слышал телефонный разговор? Да, ждем девушку в гости, не расслабляемся. Приняли, не расслабляемся, Дим. Спустя пару часов во дворе дома, где проживают Липатовы, показалась уже знакомая нам машина владельцев гончарной мастерской. Как мы поняли из телефонного разговора, Людмила Фирсова пообещала привезти новую партию глиняных изделий Ирины, полностью готовых после обжига в печи. Подъехал мужичок, открывает багажник. Дим, зафиксировали автомобиль во дворе, но это не девушка-кончар подъехала, это ее муж-кончар. Да, вы, ребята, очень внимательные. Продолжаем наблюдение. Похоже, наша подозреваемая не в курсе, что у супругов Фирсовых изменились планы. Если бы Ирина знала, что к ней приедет Юрий, а не Людмила, то наверняка сменила бы свой шелковый домашний халатик на что-то более подобающее. Звонок в дверь пошла, она открывается, работаем особо внимательно. Да, надо понять, ждала она его или нет. Сыщи, ты говорила странно. Привет, а где Ирина? Да, незапланированная встреча. Появление Юрия действительно стало сюрпризом для девушки. Однако она совершенно не смутилась из-за своего весьма фривольного внешнего вида. Проходит он. Ничего себе, как круто пришла. Пойдем, давайте. Ребята, они в спальню пошли. Сразу два человека стали жертвами хваткой провинциалки. В дежурном режиме работаем. Ждем, должен подъехать. Денис. Когда гончар уехал, Ирина легла спать. Сейчас у ее дома Денис и Дмитрий ждут приезда заявителя, чтобы рассказать ему горькую правду. Как мы и подозревали, девушка предоставлена себе, ищет новые увлечения, с ними приходят и ненужные тоже. Внимание, заявитель на подходе. Должны уже увидеть его. Да, да, видим его в кадре. Срочно, Чур? Да, здравствуйте. Еще раз, Тимур, извините, что мы вас так срочно сработали, вызвали, но оно того стоило. Дело в том, что мы торопились, мы с выводами по поводу гончаров. Что такое? Тот самый Юрий пришел сегодня в вашу квартиру, в двери. Она изменяет вам с ней. Вы посмотрите сами. Там сейчас? Нет, Юрий уехал. Ваша жена сейчас дома одна спит. Побил его. Пожалуйста, держите себя в руках, хорошо? Мужчина настроен агрессивно, заходим в подъезд. Страхуем. Собираемся на этажах. Да, поднимаемся. Давайте, оператор, встречайте там группу. В ходе расследования было установлено, что Ирина Липатова изменяет своему супругу Тимур. Сейчас разгневанный мужчина спешит домой, чтобы раз и навсегда выяснить отношения с обмачиванием. Ахуров, квартира, мы на этаже. А она не слышит, а она спит в спальне. Тимур, только, пожалуйста, выйти благоразумно, я уволю. Угу. Нож, пустой нож. Пусть уберите на кухне. Спишь? Сами, дрянутся. А? Че случилось? Ты знаешь, че случилось, что ли? Я не понял. Здравствуйте, Ирина, это программа опасной связи. Мы занимаемся выявлением случаев измен. В вашей квартире установлена камера, которая зафиксировала как раз-таки измену. Такие камеры. Он видел вашу встречу с Юрием здесь недавно. Я тебя откуда вывезу? Ты скажи, ты где сейчас живешь у меня, а? На Оренбург, ты поняла? Твои горшки. Забирай отсюда. Забирай. От света. Там ты виноват во всем. Да что ты говоришь? Никуда я не пойду. Я никуда пойду. Давай. Свалим отсюда. Свалим отсюда. Я тебя сужу. Я тебя сужу. Так, осторожно, пожалуйста. Тимур, пожалуйста, аккуратно. Дайте, где будете собраться? Пошла отсюда, тварь. Осторожно, Игорь. Работаем, работаем. Что-то он в козло. Осторожно. Не болей. Что? По резку. На самолет опоздали, на поезд успеете. Выходит, девушка, проконтролируйте ее. Я ее привез в провинцию, в Москву сюда. И что, не нравилось здесь, не пойму. Что ей не нравилось, скажи мне. Не, главное, я радовался. Думаю, она там делом занялась. Ну, ладно, что вы дальше будете делать? Вас, может быть, обратно на работу отвезти? Какие у вас планы? Да никакая работа сейчас, а дома будет сидеть. Вече соберу, проведу. Тогда мы у нас оставим. Представляете? Пошлите, черт. Держите себя в руках, в любом случае. Держу, держу. Она просто, я вообще не видел здесь вообще. Просто вот вычеркнуто полностью своими горшками. Со всеми вот это вот. Ну, утро вечера мы дуне, я думаю, завтра мы вообще не с вами. Хорошо. Все, давай. До свидания. Ребята, выходим. Принято, наблюдение не снимаем с квартиры. Она. Ну, выходим, выходим. Покиня уже помещение. Ну, все правильно он говорит? Да он правильно, да. Он, конечно, категорично так себя повел. Выгнал вообще без каких-либо обсуждений. Ну, видишь, вот ее правда, где она. Уже ускакала куда-то, значит, было куда. Ну, знаешь, если она считает, что он во всем виноват. Спасать, видимо, уже нечего. Ладно, было и было. На связи. Стоп, ребят. Принято. Тимур сменил замки в квартире. Собрал все вещи Ирины, в том числе глиняные поделки, и отправил их в Оренбург. Ирина подала иск о разделе имущества, но суд вынес решение об отказе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова